Святаго Духа Слово Святаго Иоанна Затаустова о девстве, продолжении Между тем сам апостол говорит Безбрачным же еду вам говорю, хорошо им оставаться как я Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак И еще, если муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе 1 Коринфянам 7 глава 8, 9 и 39 стихи Почему же ту, которая дает свободу, он опять подвергает наказанию Тот брак, о котором говорит, что он бывает в Господе Осуждает как дело беззаконное, беззаконное, не смущайся Это не тот же самый брак, а другой Как в словах, если девица выйдет замуж, не согрешит 1 Коринфянам 7, 28 Он рассуждает не о той деве, которая отреклась от брака Очевидно для всякого, что такая дева через это согрешила бы И грехом тяжким Но о той, которая еще не испытала брак И еще не решилась ни на то, ни на другое А находится в колебании между этими двумя помыслами Так и там он говорит о вдовице Просто не имеющей мужа, еще не связавшей себя решением собственной воли Но свободно избрать и то, и другое А там же о той, которая уже невластно опять сообщаться с другим женихом И приступила к подвигам воздержания Ибо можно быть довою и не быть в ряду имеющих достоинство вдовице Если она еще не получила его Посему он и говорит Вдовица должна быть избираемой Сбираемой не менее, как шестидесятилетняя Бывшая женою одного мужа 1 Тимофея 5, 9 Простой вдовице он дозволяет ступу пить в брак Если она пожелает А давшая Богу обет всегдашнего вдовства И при том, вступившую в брак Он сильно осуждает за то, что она поправила заветы с Богом Таким образом, к первым, а не к последним он говорит Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться 1 Коринфянам 7, 9 Видишь ли, что брак сам по себе нигде им не прославляется Но дозволяется в избежание прелюбодеяний, искушений, невоздержания Все это он говорит выше И здесь произнесший против них сильную коризну И он снова говорит о том же, в более благосклонных выражениях Называя их состояние разжиганием, распалением Однако и здесь он не оставил слушателя без у коризны Не сказал, что если чувствуют какую-либо порыв страсти Если вынуждаются Если не могут воздерживаться И ничего такого, что свойственно страдающим И достойность нисхождения А что? Если не могут воздержаться Что свойственно нежелающим действовать по беспечности Он показывает, что того дела, которое находится в их власти Они не исполняют, потому что не хотят трудиться Впрочем, и при этом он не наказывает их И не осуждает на мучения Но только лишив похвал Ограничивает свое неудовольствие словесными укоризнами Нигде не упоминая о деторождении Этой благовидной и честной причине брака А только разжигание, невоздержание Прелюбодеяние, сатанинском искушении И возбежание этого дозволяя брак Что же скажут? Если он избавит нас от наказания Мы благодушно перенесем всякое осуждение И всякие укоризны Только было бы дозволено наслаждаться И постоянно удовлетворять похоть А что почтенешь? Если не дозволено наслаждаться А мы пожнем только укоризну Как скажешь, разве не дозволяется наслаждаться Когда Павел говорит Если не могут воздержаться Пусть вступает в брак Но выслушай, что следует за этим Ты узнал, что лучше вступает в брак Нежели разжигаться Ты принимаешь приятное Одобряешь дозволение Удивляешься с нисхождением апостола Но не останавливайся на этом А прими и последующее То и другое повеление Принадлежит одному и тому же апостолу Что же он говорит после того? О вступившем в брак Не я повеливаю, а Господь Жене не разводиться с мужем Если же разведется То должна оставаться безбрачную Или примириться с мужем своим И мужу не оставлять жены своей 1 Коринфянам 7, 10-11 стихи А что, если муж будет кроток Жена же своенравна Злоречива, болтлива, расточительна Это общее всех их недуг И преисполнено Многие другие дурные качества Как он, несчастный Будет переносить Такую каждодневную неприятность Гордость, бесстыдство Что, если наоборот Она будет скромна и тихая Дерзан, подозрителен, гневлив Весьма надменен богатством Или властью Будет обращаться с ней Свободную, как с рабою И будет расположен к ней Нисколько не лучше Как и с служанком Как она перенесет Такое унижение и притеснение Что, если он постоянно отворачивается От нее, делает это непрестанно Терпи, говорит апостол Все это рабство Ибо только тогда Ты будешь свободны Когда он умрет А при жизни Его необходимо Одно из двух Или весьма тщательно Вразумлять его Исправлять Или, если это невозможно Мужественно переносить Непрестанную И неприморимую вражду Выше он говорит Не уклоняйтесь друг от друга Разве по согласию А здесь разлучившаяся Повелевает воздерживаться Хотя уже по неволе Должна оставаться Говорит безбрачную Или примириться С мужем своим Видишь Как она находится Между двух бед Она должна Или терпеть насилие От похоти Или, если этого не хочет Угождать своему обидчику И быть готовой на все Чего бы он не захотел Наносить ли побои Или осыпать злословиями Или подвергать презрению слуг И прочее тому подобное Так как мужьями Придумано много средств Когда они захотят Наказать своих жен Если же она Не потерпит этого То должна пребывать В бесплодном воздержании Бесплодном, говорю Потому что к нему Не относится данное обетование Так как оно происходит Не от стремления к святости От гнева на мужа Должна оставаться Говорит безбрачную Или примириться С мужем своим А что скажешь Если он не захочет Помириться У тебя есть другая возможность Избавиться, освободиться Какая же Ожидая его смерти Как девственница Никогда не позволительно Вступает в брак Потому что жених Ее всегда жив И бессмертен Так и вступивший в брак Тогда только можно Получить свободу Когда умрет ее муж Если бы И при желании его Можно было ей Переходить от него К другому И от этого опять К иному То для чего и браки Когда мужья стали бы Безразлично пользоваться Женами друг к другу И все просто Смешивались бы со всеми Не исчезли бы И взаимные расположения Если бы сегодня Один, завтра другой Потом третий Стал жить С женой Какого-либо Из сожителей Справедливо Господь назвал это Прелюбодеянием Продолжение следует